Почему-то интерпретация вот таких вот, да, вещей, она очень сильно страдает. Точно так же и тут. Я нигде не говорил, что лифтер должен быть жирный. Нигде не говорю. Я говорил про вес-ростовое соотношение. Понятно, что если человек высокий, то он при аналогичном весе будет иметь меньшие мышечные объемы. Вот, допустим, взять, да, человек метр пятьдесят ростом и метр восемьдесят. Ну да. Оба, оба весят по сто килограмм. И вопрос, соответственно, у кого обхват плеча... Пятьдесят и сто килограмм? Это, это такая норматива или это так просто? Не, ну может быть такое. Человек-квадрат. Я просто представил, понимаешь? У меня фантазия такая развита. Вот. И вопрос, у кого окружность плеча будет больше? Я думаю, ответ очевиден. И чтобы они адекватно конкурировали, тому, кто больше ростом, нужно увеличивать собственный вес. Я не говорю, что он должен быть жирный. Я говорю, что он должен увеличивать собственный вес. И еще вот то, с чего как бы надо было начинать. В ролике говорилось, что задача спортсмена найти равновесное состояние анаболических и анаболических процессов. Легковесу это сделать проще. Поэтому мы видим в пау-лифтинге множество сухих легковесов. Например, Беляев, Фрейдун, да, кто еще? Помогай мне. Да. Еремашвили. Значит, все они выглядят прекрасно. Выглядят как бодибилдеры, которые, вполне, я думаю, способны даже оказать конкуренцию. Дело все в том, что они легковесы, им проще. А тяжи, как правило, тяжи, да, они, как правило, такие, имеют больший процент не лишнего веса, а жира. Вот. Точно так же возвращаясь к Анастасии Бондаренко. Она весит меньше 60 килограмм. Ей проще сохранять вот это вот равновесное состояние. Когда анаболические процессы превалируют над катаболическими, и она этот процесс контролирует за счет диеты. Нам, тяжам, этот процесс контролировать сложно. Более того, да, для того, чтобы жир оперативно сжигать, нам требуется большой процент, там, допустим, кардионагрузки или упражнений из группы ОФП. Если цель стоит увеличивать жим лежа, допустим, да, я делаю то, что нужно для жима лежа. Если я сюда добавлю еще и ОФП, то это будет просто экстремальный объем нагрузки. Вот. И об этом говорит Аркадий Воробьев. Привожу дословную цитату. Когда нагрузки уже на пределе, возможно ли увеличивать объем сверх того? Ну, примерно так вот он сказал. Уже не точно получилось, но примерно вот так. Поэтому, соответственно, вывод. Я не призываю спортсменов быть жирными или толстыми. Я призываю их иметь то весороставовое соотношение, которое является адекватным для того, чтобы они оказывали конкуренцию на помосте. Потому что костями, к сожалению, или к счастью, поднимать вес нельзя. Ну, более того, еще легковесы лучше восстанавливаются. Поэтому, соответственно, кроме того, что ты, какой объем, в принципе, усваиваешь, как часто его можешь давать, опять же, да? Это сюда же, да. В равновесии анаболический, катаболический фактор. Потому что тренировка это фактор катаболический. Увеличение тренировочного объема это фактор катаболический. Отдых этот фактор анаболический. Вот и все. Продолжение следует...